В США проходит сессия Генассамблеи ООН. Это довольно важные ежегодные мероприятия, где могут приниматься резолюции большинством голосов, а право ВЕТА, которое имеют пять постоянных членов Совета Безопасности, не действует в этот момент. Кроме того, на сессию приезжает делегация всех стран, членов ООН, и в куларах ведутся переговоры между заинтересованными сторонами. Но чего уж греха таить, в это время усиленно работают представители разведки различных стран, где-то пытаются что-то выяснить просто в беседах и сопоставлять то, кто с кем и когда встречается, а в особо благоприятных случаях договариваются с кем-то об услугах, либо о взаимообразном обмене информации, либо о платных услугах, одноразовых или на постоянной основе. В общем, это бенефис дипломатов и шпионов. Такой себе ежегодный карнавал, который собирает различную публику, среди которой постоянно всплывают первые лица государств. Говоря проще, туда стоит попасть хотя бы для того, чтобы понять, в какую сторону дуют ветры. Но в этот раз там случился скандал с российской делегацией. К тому, что российских допинговых спортсменов не пускают на приличные соревнования, уже привыкли все. А вот чтобы под зад коленом давали обладателям дипломатических паспортов, такое бывает нечасто. С другой стороны, статус дипломатического паспорта регулируется той же самой конвенцией, что и статус дипломатической почты. А уже всему миру известно, что россияне возят в этой самой дипломатической почте. Оно и понятно, что там давно пекут хлеб из кормовых сортов пшеницы, но вот чтобы в чемоданах и сумках переть муку из Аргентины, это уже совсем другое дело. Мало того, когда это выяснилось, то стала известна и цель, с которой российские дипломаты везли эту самую муку. Если кто-то думает, что они хотели напечь блинов и покушать их с лопаты, то ошибаются. Они ее нюхать планировали. Кстати, невзирая на объявленную Путиным дедоларизацию, нюхать планировали через трубочку и 100-долларовой купюры. По классике. Трудно сказать, что стало истинной причиной недопуска части российской делегации на сессию Генассамблеи ООН, их близость к знаменитой турфирме, которая отправляла в Солсбери Баширова и Петрова, или вот эта странная склонность к необычному употреблению муки, но факт остается фактом. Вот что об этом пишет российская пресса. Несколько членов Совета Федерации, в том числе глава его комитета по международным делам Константин Косачев, не получили визы США для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. И как обычно, в таком случае разыгрывается сцена «Черт из табакерки». Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона объяснила отказ техническим характером проблемы, сроками подачи документов и так далее. Захарова это отрицает и утверждает, что документы членам российской делегации вернулись с формулировкой «рано сдали». В МИДе отказ в визах посчитали возмутительным примером неуважения и невыполнения своих обязательств в качестве принимающей стороны. Захарова подчеркивает, что ситуация станет главной темой беседы министра иностранных дел Сережи Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео. Понятно, что Машу можно назвать с большой натяжкой. Судя по ее поведению, натяжка может быть и вовсе огромной. Но факт остается фактом. Штаты дали под зад коленом этой шобли без особого скандала и дав Москве спокойно отработать заднюю, без вони, по-дипломатичному. Мол, пользуйтесь. Однако, министерство Кокса в иностранных делах не просекло фишку и полезла бычиться, впрочем, как всегда. Особенно повеселила Машкина угроза напустить унылую лошадь на Помпео. Просто напомним, пан Майк – бывший директор ЦРУ. И, как известно, там тоже бывших не бывает. В общем, если эту картину изобразить маслом, то называть ее можно было бы коротко и точно – по щам. Продолжение следует...